Всем привет, на связи Мабу и неким образом продолжая предыдущее видео, хотелось бы сегодня поговорить о том, чем выгодно работа Android разработчика. В том случае, если либо вы трудоустроитесь, либо будете работать на себя, либо будете создавать свои проекты, но там все более или менее понятно. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Во-первых, вы должны понимать, что Android разработка это очень интересная работа. Вы будете заниматься очень интересными вещами. Вы будете создавать не какие-то простые информационные продукты, вы будете создавать сервисы, которыми будут пользоваться люди. И сам процесс, и тем более результат у вас будет вызывать, может даже у ваших знакомых, ну как минимум у вас, восхищение тем, что это создали вы. То, что вы создали то, что уже работает и приносит пользу, может быть, сотням, может, тысячам, а может, миллионам людей. То есть это очень интересная работа. Кроме того, вы, опять же, будете создавая что-то особенное, создавая определенные сервисы, будете менять жизни других людей. То есть вы будете создавать продукты, которыми реально пользуются другие люди. И, скорее всего, они будут благодарны вам в виде тех же комментариев в плей-маркете. Ну, либо вы выражая свою признательность в виде донатов. Кроме того, вы будете получать высокий доход. То есть вы, вне зависимости от того, смотрите, будете трудоустроены, будете работать, то вы должны понимать, что зарплата Android-разработчика выше многих других профессий в Android-разработке и даже выше той же профессии либо фронт-энд, либо бэк-энд-разработчика. То есть это очень хороший доход. Но если вы будете создавать собственные проекты или работать на заказ, то, опять же, работая на собственных проектах, вы должны понимать, что у вас есть великолепная возможность создавать продукт, который можно монетизировать, в отличие от многих других продуктов. Этот продукт, мобильное приложение, это продукт, который намного легче монетизировать. И также, если вы будете работать на заказ, то также вы должны понимать, что заказная разработка, то есть разработать мобильное приложение стоит в разы дороже, даже чем разработать сайт, потому что сайт – это информационный по большей мере продукт. Сервисы очень редко, скажем так, заказы на разработку сервисов в виде сайтов, но в лучшем случае, наверное, 5-10% от всей массы в год. В основном, все-таки, заказы на сайтах – это информационные сайты, то есть для конкретного бизнеса. Как таких веб-приложений, заказов на веб-приложения очень мало – 5-10% от общей массы. Мобильное приложение – тут все по-другому. По факту, мобильное приложение – это и есть уникальный продукт, уникальный сервис. И такая разработка – она дорогостоящая. То есть вы будете получать в разы больше. И в мышлении людей уже в настоящее время все больше я вижу понимание того, что это все-таки дорогая заказная разработка. И из-за того, что вы будете заниматься этой дорогой заказной разработкой, конечно, у вас будет высокий доход, а также вы будете владеть эксклюзивными навыками, знаниями и опытом. Владея этими навыками, вы будете подниматься в глазах других людей. Многие люди будут понимать, что вы можете делать что-то особенное, что многим людям другим не подвластно. То есть вы вырастите в глазах других людей, и даже в понимании других людей будет то, что вы делаете что-то поистине классное. Также мы должны понимать, что все-таки сейчас основной контент потребляется со смартфонов. Люди не раздельны от смартфонов. Но пользоваться мобильными приложениями намного удобнее, чем обычными сайтами. Да, нужно заставить скачать свое мобильное приложение потенциальных пользователей. Но опять же, смотрите, если человек пользуется чем-то ежедневно или хотя бы раз в неделю, ему намного удобнее этим пользоваться в виде мобильного приложения, нежели с сайтом. Если чем-то нужно воспользоваться раз или раз в полгода, то, конечно, смысла устанавливать мобильное приложение нету, и больше удобнее работать в формате сайта. Ну и поэтому нам, как андроид-разработчиками, нужно делать продукты, которыми пользователь в идеале будет пользоваться каждый день, либо хотя бы раз в неделю, для того, чтобы ваши приложения имели высокий коэффициент скачиваемости и неудаления, для того, чтобы нам нужно делать нужный продукт людям, который людям нужен продукт, да, и делать конкурентоспособный продукт и ценный продукт. Что самое главное, да, и немного напичкать рекламы. Лучше взять рекламу, например, у рекламодателя, и там одну рекламу, свое мобильное приложение поставить, и тут доходы с рекламы намного больше, нежели если пользоваться дешевой рекламой от Google. Я чуть ранее сказал, что вокруг окружающих будет понимать, что вы делаете что-то классное, вы подниметесь в глазах других людей. Но самое главное, вы прокачаете свои мыслительные и аналитические навыки, то есть это прокачка своих мозгов, своего мышления. И как бы грубо не звучало, многие болезни, которые будут связаны с головным мозгом, и вот с мыслительными функциями, вам будут в принципе не страшны, но тут уже обостряются другие болезни, связанные со спиной, с сосудами, и тут просто нужно максимально вести здоровый образ жизни, по возможности не употреблять спиртными напитками, делать прогулки, несколько прогулок в день, и было бы прекрасно, если бы вы посещали там 3 раза в неделю бассейн, да, и тогда уже вы уберете эти, скажем, риски. Ну, неплохо бы, да, еще посещать, ходить на массаж спины, да, но перед этим я вам советую пройти обследование у врача, скорее всего у невролога, чтобы тот поставил вам диагноз и дал разрешение на посещение массажа. Итак, давайте определим, чем выгодно работать андроид-разработчиком. Во-первых, это очень интересная профессия, она позволит вам создавать определенные сервисы, менять жизни людей, что-то делать особенное, да, при этом получая высокий доход, при этом даже сделать свой небольшой бизнес, а может и большой бизнес, монетизировав свой продукт, получить определенную известность, вы будете владеть эксклюзивными навыками, знаниями, а также опытом, вы будете делать что-то классное, что-то интересное и будете на высоком уровне в глазах других людей. Ну и, конечно же, прокачайте очень важные мыслительные скиллы. Ну, а на сегодня у меня все. Да, вот такое коротенькое видео получилось, но, тем не менее, было важно все-таки осветить эти нюансы.